Несмотря на то, что часть украинских территорий всё ещё предстоит деоккупировать, уже сегодня необходимо позаботиться о том, чтобы Украина получила гарантии безопасности в будущем. Сегодня очень важный день для нас. За очень короткий срок, практически за два месяца, мы подготовили рекомендации к договору гарантии безопасности, который мы назвали как Киевский договор безопасности, потому что у нас не очень хорошие ассоциации, воспоминания о Будапештском меморандуме. Во-вторых, мы очень хорошо изучили все негативные последствия в отношении Будапештского меморандума, других документов, которые, к сожалению, не дали никаких гарантий. Андерс Фограссмуссен отметил, что новый договор безопасности кардинально отличается от Будапештского меморандума. Рекомендации предполагают, что самая сильная статья гарантии для Украины – это её способность защищаться от агрессора, согласно статье 51 Устава ООН. И для этого страна должна быть обеспечена всеми необходимыми ресурсами, как финансовыми, так и военными. Главный принцип – что Украина должна иметь такие оборонные силы, чтобы своей мощью она смогла обороняться и противостоять любым нападениям со стороны России. Нам нужна группа международных гарантов, чтобы получить военную и экономическую поддержку. Что здесь должно быть? Сила, мощь, высокая готовность совместно с НАТО, необходимы передовые виды оружия, в том числе противоракетные средства и противовоздушная оборона. Группа предлагает масштабную передачу оружия, разведывательную поддержку со стороны союзников, интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой Европейского Союза и НАТО. Для нас очень важно, чтобы этот документ был юридически обязательным. Кроме того, структура безопасности предусматривает не только большой рамочный договор, а также заключение двусторонних договоров, а также таких, которые могут быть сфокусированы на чем-то, например, отдельное безопасное соглашение по Черному морю, соглашение по воздушной безопасности, для того, чтобы защитить наше небо. Предположительно, в течение суток Украина может запросить помощь, а страны-гаранты в течение 72 часов должны решить, какие действия предпринимать. Эта группа государств-гаранта может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также из стран Северной Европы и Балтии, и Центральной и Восточной Европы. Мы должны реализовать эти гарантии как можно скорее. Это также позволит предоставлять уже поступающее военное снаряжение. Это уже весть Путину вполне отчетливая, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. И вторая весть Путину состоит в том, что вы никогда не победите в этой войне. Мы приближаемся к тяжелой зиме. Однако следует помнить, что та цена, которую мы платим, измеряется деньгами, а та цена, которую вы платите, измеряется жизнями. Этот договор точно не альтернатива вступлению Украины в НАТО, подчеркнул глава Офиса президента. По его словам, Киевский договор безопасности – это документ, который поможет обезопасить Украину, пока она не является членом Альянса. Юлия Грановская, Виктор Головко для телеканала Freedom.